Ученику лицея номер 4 Николаю Фищику на этой неделе в торжественной обстановке вручили сертификат на путевку Международный детский центр «Артек». В церемонии честования победителя регионального этапа всероссийской акции «Здоровое питание. Активное долголетие» приняли участие старшеклассники лицея номер 4, гимназии «Логос» и школы номер 8, а также глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный и депутат Московской областной думы Александр Орлов, которые поздравили виновника торжества и вручили приз. Это партийный проект партии «Единая Россия», который поддерживает наш губернатор Андреевич Урабьев. И каждый год у нас федеральные победители этого конкурса едут в лагерь «Артек». В этом году у нас в школе победил этот главный приз, который мы сейчас с удовольствием вместе с главой Илья Ильичем вручим. И совсем скоро, 17 октября, он поедет на специальную смену в этот летний лагерь. Всем привет! Я Николай Пищук, ученик 9 класса, самого лицея номер 4 города Дмитрово. Меня всегда интересовала тема сохранения здоровья. В будущем я мечтаю стать врачом, чтобы помогать людям. В наши дни люди очень часто страдают различными заболеваниями из-за неправильного питания. Дети страдают ожирением из-за переедания фастфуда. Береги честь и здоровье, смогут, давай об этом поговорке. Задача социальной акции «Здоровое питание. Активное долголетие» – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. В этом году в ней приняла участие группа учащихся лицея номер 4. Ребята проводили уроки на тему здорового питания как в своей школе, так и на летних площадках Дома детского творчества «Радуга». Итогом этой деятельности стала подготовка презентации о проделанной работе, а также встреча с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко. Путевками в детский лагерь «Артек» были награждены 10 самых активных школьников со всей Московской области. В Крыму ребята продолжат работу над следующей темой по здоровому питанию. Да, я очень доволен этим достижением. Наша команда вкладывала огромные усилия в этот проект. Это Дмитрий Исаев, Артем Конюков и Анна Груздева. По сути, вся эта акция – это пропаганда агитирования здорового образа жизни. Когда мы проводили уроки, мы рассказывали детям о правильном питании, о том, что нужно вести активный образ жизни, то, что не нужно сидеть на одном месте, рассказывали о заболеваниях, которые могут быть вызваны неправильным питанием. Углубилась наша команда в информацию, в материал. И мы считаем, что один год для этого проекта очень мало. И, возможно, даже я свяжу свою дальнейшую жизнь с этим направлением. В этот день в «Радуге» Николай Фищук и другие школьники приняли участие в деловой игре. Ее провели директора Дмитровских школ Татьяна Маленикова и Людмила Корягина. Старшеклассникам были предложены четыре темы для обсуждения. Ничего не понятно, но очень интересно. Этой картиной мы можем характеризовать как настоящую, так и школу будущего. Сегодня у нас ребята участвуют в форсайт-сессии «Школа будущего». Это сетевой проект. В команды вошли старшеклассники из разных классов. И, по сути, это проект, где ребята могут проявить себя, какие-то свои озвучить задумки, идеи, может быть, уже готовность к выполнению каких-то проектов, к реализации. И я думаю, что сегодня, в первую очередь, это шанс для каждого из них проявить себя и поработать в новом формате. Продолжение следует...